Послевоенный советский Ульяновск в акварелях, уходящие прошлые строительства современного города. Таким его увидел архитектор Евгений Галенко. Выставка, посвященная 105-летию талантливого художника, экспонируется в музее Аркадия Александровича Пластова. Галенко как раз работал в нашем городе в послевоенное время, был главным архитектором города. Это очень важно, особенно сейчас, когда у нас возникают самые разные проблемы со старым городом, с Симбирском, с сохранением тех памятников, архитектуры, которым мы дорожим. И вот он был именно таким человеком, который страстно следил за вот этой стороной жизни города. Евгений Иванович Галенко уделял особое внимание вопросам сохранения объектов культурного наследия. В 40-х-50-х годах даже говорил о бессмысленном сносе храмов в Симбирском и утрате в связи с этим силуэта города. В дальнейшем Галенко постоянно подчеркивал необходимость сохранения исторической застройки, особенно в центре города. Верным попутчиком в основной работе Евгения Ивановича был маленький акварельный этюдник. И теперь мы можем видеть в его этюдах историческую часть города и как Ульяновск преображался. Многие такие работы для музейной выставки передала дочь художника Ольга Романовская. Ольга Евгеньевна рассказывала нам, что с детства папа каждые выходные отправлялся со своими любимыми дочерями здесь, в Ульяновске, в Пар Победы. Зимой они катались на лыжах, а осенью он брал маленький складной стульчик. И пока девочки гуляли по лесу, садился, и у него был маленький с ладошком этюдничек с такими же красочками. И начинал рисовать. На выставке представлены акварели с видами не только Старого Симбирска, Ульяновска, его окрестностей и Волги, но и пейзажи разных уголков страны. Подмосковье, Ярославля, Кавказа, Крыма. В оцифрованном виде демонстрируются работы из детского и фронтового альбомов художника. Выставка будет экспонироваться до 15 июня. Ирина Антонова, Герман Баранов, Уллправда ТВ.